привет зрителям сегодня я решила сделать такой интересный поводок для своей собаки у меня шпиц такого среднего в принципе размера весит он где-то 3,5 килограмма и почему я хочу сделать поводок потому что обычно мы гуляем либо вот с таким поводком либо с поводком который растягивается и получается что ты всегда должен поводок держать в руке и если ты хочешь что-то снять или тебе нужны две руки то это невозможно потому что в одной ты держишь поводок так же самое если собака например я снимаю что-то делаю собака меня дергает то у меня дергается видео в общем мне хотелось бы сделать что-то вот вот такое через плечо и чтобы собака как-то находилась стояла со мной рядом при этом и не могла убежать также мне этот поводок я так думаю что будет нужен например мы ходим на такие мероприятия как такой стритфуд да и ты в каком-то месте просто становишься и кушаешь тебе тоже нужны две руки при этом привязать собаку особо негде ну вот и я думаю что в этом случае я тоже могла бы его использовать я посчитала что примерно мне нужно сплести здесь озвучу заново так как в процессе размеры у меня немножко поменялись в общем чтобы сплести такой поводок вам нужно будет взять два отрезка веревки по 9 метров в конечном результате получится готовая веревка 2,5 метра и поводок в длине уже с этой готовой ручкой он получится где-то метр семьдесят у меня есть разные карабины я не готовилась к этой работе как-то отдельно смотрела из того что у меня из дома эти карабинчики все покупала для брелков больше но в принципе посмотрела что вот этот мне подходит тут мне подойдет вот скажем так иногда использовать плюс они по тебе то подходит ну правда никто не будет смотреть значит и буду я плести опять же из такой плетеной веревки тевета хаки по моему это 6 либо 8 миллиметров ну вот все бывает в первый раз и это раз я буду плести из таких длинных мне как-то плела уже держатели для занавесок там тоже были очень длинные веревки но здесь еще длиннее ну вот так вот принципе сейчас начну и тогда покажу и расскажу как это все происходит скотчем я отделяла серединку все буду вдевать веревку в карабин здесь то все пролезет туда все отлично буду делать вот так вот мне всегда удобнее когда я привязываю чему-то и плету в натяжении но я вот привязала к стулу и еще вот такая вот у нас получается веревка плетеная так как мы здесь плетем то у нас получается здесь такая абракадабра и эту абракадабру надо распутывать периодически чтобы не сбиваться то я делаю так что я приклеиваю скотчем вот сейчас приклеила к ноге веревки в какую сторону они должны быть сначала вот это вот нужно просто немножко так вниз сдергивать чтобы она уезжала вниз не бойтесь веревки не запутаются вы их легко отпутаете ну как то вот так вот потом еще немного про плести еще плетение идет достаточно быстро я думаю что я быстро справлюсь и вот когда уже у вас тут много не пытайтесь как-то тянуть вниз просто берите одну веревку вот так вот и вытягивайте вот раз потом вторую просто берете и вытягиваете ну вот а эти просто раскручиваются вот и все плетете дальше это будет гораздо быстрее чем если вы будете пытаться распутать это до низу вот такой у меня уже практически канат получился и еще осталась часть веревок но так я всегда просто все считаю с очень большим запасом думаю сейчас остановиться и примерить потому что слишком длинный поводок мне в принципе тоже не нужен ну что модель ты готов отделим этот ну давай будем мерить будем мерить будем в общем да я абсолютно вовремя остановилась и вот так я имею ввиду и вот так собака у нас выглядит как раз то что мне нужно конечно если бы я делала не в первый раз то я бы сюда вот прикрепила бы такие металлические петельки сюда и чтобы можно было регулировать потому что сейчас я принципе где-то здесь наверное завяжу и на этом будет все по идее конечно если можно было бы регулировать то это было бы гораздо прикольней все померила наверное видео буду переозвучивать чтобы дать уже какие-то правильные параметры реки себя здесь то сейчас надо придумать как бы не хочу чтоб тащился он как-то по полу хопс думаю как то вот так крепить наверное вот чтобы он реки пройдись как бы был и рядом и недалеко потому что надо еще меньше погуляй малыш погуляй по моему супер даже очень далеко ты от меня да вот так сейчас закреплю и отлично ну вот в принципе я отмерила значит какую делать петлю такую большую чтобы можно было и на куртку тоже одеть размеры все я напишу в описании к видео сейчас я здесь сделаю оплетку в принципе и отрежу вот этот конец и будет все готово и выйдем на улицу сразу собакой протестируем у меня получилось вот это вот петля она 70 сантиметров то есть вместе петля которая значит одевается на человека вместе метр сорок и где-то метр метр 07 вот эта часть но опять же она тянется и поэтому это такой средний размер в общем сейчас сделаем оплетку и вперед на улицу я переклеила скотч чуть чуть выше чтобы понимать что мне надо вот здесь вот завязать так чтобы все было ровненько не думаю что хватит хотя тогда раз два три 4 5 6 7 ну вот я достаточно туго уже затянул просто это обрежу еще у меня есть мысль может быть может быть что-то сделать вот с этим подумал нужно было бы оставить каких-то пару таких как кисточек копалась своей коробке но у меня есть вот это самые такие большие бусины с самыми большими дырками возможно вообще я примерила и вот этот хвост он достаточно хорошо выглядит возможно здесь тоже нужно сделать оплетку и сделать небольшие узелки сейчас попробуем может быть можно заклеить скотчем в общем мне удалось одеть один и я думаю что получится одеть и остальные вообще скотч мне кажется макрома это просто чудо средства потому что если бы не этот скотч я бы эти бусины не смогла бы никак одеть сейчас только нужно его отклеить и вот завязывать вот такие простые узлы сделаем один немножко повыше ну и самое приятное ну все готово надо идти пробовать так но мы с реки пойдем тестировать поводок я вам хочу сказать что выглядит визуально очень прикольно посмотрим как будет в деле именно по ощущению когда он будет из тащить или идти или бежать по секунду так в 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 Продолжение следует...